Доброе утро вам всем! Сегодняшний урок будет Лейну Нишмат, Това Домиткария Соня Аронова Вастурьё, Батсурьёва Рафаэль Файзибой. Это бабушка нашего дорогого президента, которая скончалась с 15 августа. Я несколько раз проводил ее поминки, когда ее сын Ак-Элю был живым. Он меня очень часто приглашал на ее поминки. Поэтому сегодняшний урок будет Лейну Нишмат, Соня Това Аронова, Батсурьёва Рафаэль Файзибой. Она скончалась примерно 20 лет тому назад, а может быть чуть больше. Когда человек рождается, он рождается постепенно. 9 месяцев обычно берет, чтобы человек появился на этот свет. Рождается человек постепенно, постепенно. То же самое, когда человек умирает, он не умирает внезапно и неожиданно. 30 дней до того, как человек умирает, уже постепенно его душа покидает его тело, но он сам об этом не знает. Вы знаете, человек, у него есть определенная аура, какой-то божественный свет, который над его телом. Если вы видели христиане, у них есть иконы, и они много раз на человека рисуют какой-то свет. Вы знаете, о чем я говорю? Вот они взяли это у нас, что в Тоне написано, что каждый человек, у него есть специальный свет, который окружает его тело. Этот свет мы не видим, это духовный свет. И вот этот свет становится все меньше и меньше. 30 дней до того, как человек умирает, уже вот этот божественный свет его покидает, и никто это даже не может заметить, кроме супер-супер святых людей, которых сегодня у нас нет. Итак, значит, 30 дней до того, как человек умирает, уже на том свете объявляют, готовьтесь, в этот мир придет такой-то, такой-то человек. Второе, это несколько минут до того, как человек умирает, он видит ангела смерти. В больнице, например, человек лежит, он болеет, он умирает, он на смертном одре. Никто не видит ангела смерти, но этот человек, который должен умереть, Бог как бы открывает ему глаза, и он видит ангела смерти. А если у него глаза закрыты, иногда человек лежит больной, и у него глаза закрыты, или, например, человек слепой, как он видит, он, как говорится, это уже видит, Бог ему показывает, даже если ему глаза закрыты. Он представляет ангела смерти, даже если он об этом не думает. Третье, когда человек видит божественный свет. Много раз люди, которые умирают и обратно проснулись, прошли через клиническую смерть, они вам скажут, что когда я умер, я вижу себя над моим телом, я вижу, как я витаю над моим телом, и я говорю людям, я здесь, я здесь, но никто меня не слышит. И потом я поднимаюсь наверх, и я вижу какой-то свет, который ярче солнца, и он глаза не ослепляет. Значит, когда человек умирает, Бог как бы показывает самого себя ему. Конечно, Бог не имеет никакого тела, и любой свет, который вы можете представить, Бог триллион-триллион раз больше, чем любой свет. Солнце – это не самая яркая вещь на свете. Есть звезды, которые миллиард раз ярче, чем солнце, и больше, чем солнце. Значит, мы должны знать, что когда человек умирает, он видит какой-то свет, это божественный свет, и он имеет желание пойти к этому свету, чтобы он, как говорится, согласился подняться наверх. Шнуша ямим лааха раптира. Три дня после того, как человек умер, значит, еще душа думает, что она вернется в свое тело, она еще не верит, что она умерла. Он еще надеется, что, может быть, я еще проснусь. Но вопрос, который у меня возникает, большинство людей их хоронят до того, как проходят три дня. Например, в Израиле, когда человек умирает, его быстро хоронят. Поэтому мой вопрос, если, например, человек умер, здесь написано, что в течение трех дней он еще думает, я еще проснусь. А если он видит, что его похоронили, и написано, что когда человека хоронят, его душа все видит, кто выступает на похоронах, он видит, кто плачет, кто пришел на его провожать последний путь. В течение трех дней, как человек перестал дышать, его душа еще надеется, что она еще будет живой, то есть проснется. Но вопрос, который я не могу понять, на него ответ, если человек видит, что его похоронили, разве он желает, что он хочет проснуться заново? Был один такой писатель, Николай Гоголь, который, к сожалению, ненавидел евреев, русский писатель. Он проснулся под землей после того, как его похоронили. Он вообще сам боялся, что когда он умрет, он, может быть, проснется после смерти. На самом деле так и произошло. Ход даже его быстро не похоронили, его держали 2-3 дня. Он проснулся после того, как его похоронили, потому что когда его раскопали, чтобы похоронить в другом месте, они видят, что он был перевернутый. Они знали, что он проснулся после того, как его похоронили. Я говорил уже вам про одного бухарского парня, который тоже проснулся после трех дней, как он умер. Он был в морге, и он проснулся через 3 дня, и потом он вылечился и женился, он был молодой. Значит, после трех дней, как человек умер, он видит, что уже постепенно, постепенно его тело уже меняет цвет, он разлагается, она уже понимает, что она уже больше не проснется, и она еще выше поднимается на тот свет. Так написал Гауме Вильна, что в течение трех первых дней, как человек умер, его душа хочет спуститься и зайти в свое тело, но потом, когда уже проходит 3 дня, она уже с этим смиряется, и уже понимает, что она уже на свое тело не зайдет. Следующее то, что происходит, 7 дней после того, как человек умирает, в течение 7 дней душа человека приходит домой и идет на кладбище, и от кладбища домой, вот так она идет туда-сюда, и это одна из причин, почему надо в доме умершего и в доме скорбящих надо зеркала все покрыть, и в спальне зеркало надо покрыть, и в уборной, во всех, во всех помещениях зеркала надо покрыть. Почему? Первая причина, потому что, когда у человека кто-то умер, ему, по идее, никуда ходить нельзя. Нельзя ходить в гости к людям, и даже заходить в синагогу, там тоже проблема, но если невозможно у него дома собрать меня, надо стараться, чтобы молились именно в доме этого человека, где кто-то умер. Но если он не может собрать народ, у него маленькое помещение, или народ не хочет туда идти, и трудно собрать людей, или в синагоге не хватает, только в синагоге 13 человек, 15 человек, не могут они еще ему 10 человек отправить, тогда он может прийти в синагогу, но по идее надо молиться 7 дней минимум в доме того, кто кого-то похоронил. Теперь молиться напротив зеркала можно или нет? Нет, нельзя, поэтому, когда умирает человек, в доме умершего и в доме скорбящих зеркала покрывают. Первая причина, потому что нельзя молиться напротив зеркала. Вторая причина, потому что умерший приходит домой. Если вы смотрите на зеркало, вы видите, на самом деле, лучше чем, на самом деле, зеркало же хорошо показывает, правильно? Четко показывает. И вы можете нечаянно, неумышленно так произойти, что умерший, мы сказали, приходит домой 7 дней, и вдруг через зеркало вы можете увидеть его отражение, и можете испугаться. Поэтому, чтобы этого не произошло, зеркала в доме умершего и в доме скорбящего надо покрыть, потому что умерший приходит домой 7 дней, и не надо пугаться. Итак, она идет 7 дней на кладбище и обратно домой, и она видит, как люди плачут, и она тоже горюет вместе с ними, но они ее, конечно, не видят и не слышат. Когда умирает человек, ангел смерти и другие ангелы, плохие ангелы, они начинают ее мучить. И первый вопрос, который ангел задает умершему, как тебя зовут? Если человек, у него душа чистая, он сразу отвечает на этот вопрос, он свое имя не забывает. Но если человек, у него есть много-много слоев грехов, у него много-много грехов, он свое имя быстро забывает. И поэтому мы, когда молимся, мы должны знать свое предложение. Яков, you know your sentence when you pray? Есть такая книга, называется «Коль Сосон», страница 801, и там написано, каждый человек, какое предложение он должен произносить. Вас, например, зовут Авраам, меня зовут Авраам, «А» начинается, «Мэ» заканчивается, вы должны сказать предложение «Торы», «Тейлим», вся Библия, найти предложение, которое тоже начинается «А», заканчивается «Мэ». Ашкеназы говорят предложение Длинное предложение. Это то, что Ашкеназы говорят. Но мы говорим другое предложение, тоже «А» начинается «Мэ» заканчивается. Например, вас зовут Амлун, «А» начинается «Нэ» заканчивается. Вы тоже имеете предложение, которое «А» начинается «Нэ» заканчивается. Значит, человек, чтобы свое имя не забыл, он должен каждый день в молитве три раза в день говорить это предложение перед тем, как он говорит о «Се Шалом» и «Хин Рацон» перед этим, надо сказать это предложение. Шлушим йо Махар Абтира. Тридцать дней после того, как человек умирает, Бог судит умершего, его тело и его душу. И поэтому, когда умирает человек, мы делаем траур. Сначала три дня можно плакать, нельзя плакать больше, чем три дня, хотя сердцу не прикажешь, трудно контролировать свои эмоции. Потом у нас семь дней есть. Значит, три дня ему вообще никуда нельзя ходить, даже на похороны. Когда умирает человек, ему семь дней нельзя идти, но если есть похороны, ему можно идти на похороны родственников через три дня. Потом семь дней траур. На похороны можно идти через три дня. А вот идти кому-то в гости домой или идти покупки делать можно только после семи дней. Но если это похороны, через три дня можно идти. А если прошло два с половиной дня, у нас был такой случай в прошлом году, что один из прихожаней нашей синагоги, у него умер папа, а через два дня умерла его родственница. И потом он меня спрашивает, я могу идти? Я говорю, прошло уже два с половиной дня, даже если еще не прошло ровно три дня, еще не прошло 72 часа, у нас есть такое правило, что если уже начался третий день, уже ты можешь идти на похороны другим, и он пришел на похороны своей дальней родственницы. 30 дней траур, потом есть 12 месяцев траур. Не написано год траур, а написано сколько? Какая разница? Потому что у нас иногда бывает високосный год. Иногда у нас в году есть 13 месяцев. Поэтому мы говорим 12-месячный траур, 12 месяцев. Целый год Бог умершего судит. И после 12 месяцев, это, как говорится, уже Бог решает, этот умерший будет в Ганедане или будет в Гейномии. Не думайте, что человек в Гейномии 12 месяцев? Нет. Иногда есть умерший, который находится в аду 700 лет и даже больше. 30 дней до того, как человек умирает, небеса возглавляют и провозглашают, что этот человек, Йосеф бен Балурьо, Авром бен Фрехо, они его имя и фамилию говорят, что он скоро придет на этот свет. Так написано, Зуар Акадош, глава Вайхи, страница 217-б. Сказал Рабь Йосиф, когда приближаются дни человека к смерти, объявляют на небесах 30 дней до того, как он приходит, что уже его время к смерти подошло. И даже птички, даже птицы на небесах, они это чирикают между собой. Если это человек святой, он может это понять. Но если этот человек, как 99.99 простых людей, ничего не понимают, то этот человек, конечно, не слышит этот голос. И даже если человек выглядит вполне здоровым, никто даже не предвещал, что он покинет этот мир от преступок сердца, уже на небесах знают, что ему осталось 30 дней или меньше. Значит, мы должны знать, что душа знает, что он покинет этот мир, но человек в сознании это не знает. И также вот этот свет божественный, который человека окружает, который мы этот свет не видим, это аура его, она его постепенно-постепенно покидает. «Ха целим гу 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 рухани аширбо ракумин, коль и валиха Адам». Значит, этот божественный свет, как этот человек выглядит физически, так же и этот свет, так же он выглядит. «Парагаим аахароним лифнептер атоши ладам оврим ленегит инал, коль ма Аллах хаяв». Когда человек умирает, перед его глазами проходит вся его жизнь. Быстро-быстро, за какие-то несколько секунд, а иногда несколько минут, он как кино все-все видит. Он видит, как его мама кормила, когда он был малышом, он видит, как его обучали разговаривать, как он пошел в школу в первый день, как он ходил в ясли, как он закончил университет, как он женился, как он развелся, если он развелся. Все-все, что он прошел, быстро-быстро вот так проходит через его глаза. Все это вот так он вспоминает. Все это по порядку идет, по порядку один за другим. И так написано в пророк Амос, у нас был пророк, которого звали Амос. Ибо вот, Бог, который создал горы, и также он создал ветер. Вчера в Квинсе упало 2000 деревьев. 2000 деревьев упало. На моей улице есть одно дерево, которое оно было согнутое. Я всегда думал, что оно упадет. И вчера это дерево рухнуло, но оно упало не в сторону, как я всегда думал, что оно упадет, оно было согнутое дерево. А оно, наоборот, в другую сторону упало. Это было чудо, что там были машины, а оно упало в другую сторону. И это было большое чудо. У меня есть фотография даже. К сожалению, один человек в Манхэттене, он скончался, на него упало дерево. Но с другой стороны, если 2000 деревьев упали, я не считаю ветки, майор города говорит, что упало 2000 деревьев. Слава Богу, что не умерли. 50 человек, 100 человек, 2000 деревьев, это не шутка. На дома упали деревья. Один человек погиб. Очень и очень нам жалко. Вы видите, какую силу имеет ветер. У нас еще это было в Квинсе 70 miles per hour. 100-110 километров в час. Это 70 miles. В других планетах есть ветер, который 5000 майлов в час. Представьте, 70-80, как он может повалить деревья. Если это 150 майлов крыши, дома могут упасть. 150. А в других планетах есть такие ветра, которые просто невозможны. Я не знаю, какой ветер. Несколько тысяч. Или 1500 майлов. Но это страшные-страшные ветры есть. В других планетах. Что Бог говорит, для меня это ничего не стоит. Ветер, мы его не видим, но какую силу он имеет? Дерево. И еще интересно, этот ураган Сэнди был намного мощнее. Он это дерево не повалил. Но вчерашний ветер, который был, он не был такой сильный. А это дерево рухнуло и упало в другую сторону. Когда это дерево было склонено упасть в дороги, в другую сторону упал. Удивительно. Значит, здесь написано «Умагид ла адам ма сехо». Бог скажет человеку его разговоры. То есть, Бог будет все говорить. Ты так сделал, ты так сделал. Никто от Бога не убежит. Когда в мире появился телевизор, люди раньше не имели телевизоров, да? Много лет назад. Но потом люди, Бог сделал так, сначала люди начали слышать, магнитофоны, потом телевизоры появились. И Хафидзхайм спрашивает, почему Бог сделал так, что в мире есть телевизор? Лично отношу. Потому что люди не видели, что Бог может нам показать, что мы делаем. Бог говорит, люди, вы видите, вот я вам поставил в мозгах, чтобы вы изобрели телевизор. Все то, что человек сделал, он может обратно все это посмотреть. Когда человек приходит на тот свет, все то, что он сделал, ему показывают четко-четко. И не только то, что он сделал, даже то, что он думал в то время, его мысли громко-громко он слышит. Все ангелы слышат, что он в этом время думал, когда он совершал тот или иной поступок. Спасибо вам. Барухата адуна, аллюхин, мельхав, лам, шиакон, ни я, бидворам. В какое время уже человек дает отчет перед Богом? Когда он уже теряет сознание, уже он brain dead, уже мозги у него не работают, то уже он начинает давать перед Богом отчет. Человек видит перед собой два ангела. Эти ангелы пишут перед ним все его деяния, которые он сделал в течение своей жизни. На протяжении всей своей жизни, что он говорил, что он делал, хорошие вещи, плохие вещи, ангелы, они приносят эту большую книгу, и там все написано. Так написано, «Зуар Акадош Порошат Насо». И потом он говорит, да, это правда, это я сделал. Он не может обманывать. Даже если он захочет обмануть, у него не получится. Он говорит, да, да, это я сделал, да, это я был. Каждый человек подписывает, когда человек спит, его душа поднимается на тот свет, и он об этом не знает. И ему ангелы говорят, сегодня ты сделал вот эти деяния, сегодня ты помог старушке, сегодня ты сделал так, сегодня ты обидел жену, сегодня ты дал сынака, подпиши. и он подписывает. И он подписывает. Когда человек спит, он поднимается на тот свет и подписывает. Хоть даже трудно в это поверить, но это точно написано в Зуар Акадош Парашад Вайхи. Другие говорят, что сам Бог показывает ему эту книгу, его деяния. Не ангелы, а Бог ему показывает. Так что спор есть между каббалистами, если ему ангелы это показывают, или Бог показывает. Написано, Ялку Чимони, книга Иов, глава 922. Когда человек должен покинуть этот мир, Бог приходит к нему и говорит, напиши все свои деяния, что ты умираешь из-за своих поступков, и он пишет и подписывает. Конечно, это все духовные понятия, разные-разные вещи происходят, когда умирает человек. Когда умирает животное, когда животное погибает, ничего с ним не происходит, все, оно погибло и все. Но когда человек покидает этот мир, это очень и очень длинный и очень страшный процесс, который очень и очень опасный. И никто, конечно, умирать не хочет, даже если человеку много лет. Все боятся, когда человек мучается, умирает, как ему больно. И что потом происходит, когда он умирает, уже эта боль у него уходит, но потом приходит намного больше проблемы, что он должен получить наказание за свои деяния. И, конечно, грехов у людей обычно больше, чем митвы. Несколько секунд перед тем, как человек умирает, к нему приходит ангел смерти, и когда он видит ангела смерти, его тело начинает дрожать. И из-за этого страха он закрывает свои глаза сильно для того, чтобы не видеть ангела смерти. Но когда он видит, что закрытие глаз ему не помогает, и он открывает глаза, иногда человек перед смертью глаза открывает, и потом он падает, умирает. Да? В этом случае, когда человек видит ангела смерти, его душа уже покидает от его руки, от его ноги, от его головы. Перед тем, как человек покидает этот мир, Бог ему дает возможность, чтобы он увидел сияние божественное. Он видит свет Божий. Еще раз, этот свет намного ярче солнца, и он глаза не ослепляет. Каждый человек, сколько ему не было бы лет, он видит этот божественный свет, когда он умирает. И так написано, Перкедра Белезер, глава 34. И так написано, Митраш Рабаба, Митбар 14, глава, парагма 22. И так написано, Зуар Парашат, Вайхи, страница 218 Б, что душа не выходит из человека, пока он не увидит этот божественный свет. Для чего это надо, чтобы человек видел свет? Кто-нибудь может понять, для чего? Что это дает вам? Вы видите свет, Мазальтов, я увидел свет. Это значит, что, чтобы человек не пугался. Бог говорит, я здесь, не пугайся, я существую. Поэтому Бог говорит нам, что я вам, я тебе покажу свет. Потом, конечно, он зайдет в тьму, потом он увидит страшные вещи, когда человек умирает, если он имел грехи, потом он увидит страшные вещи. Но, вначале, кто бы этот человек не был, хоть он хороший, хоть плохой, каждый человек, он видит этот божественный свет. Когда человек умирает, даже грешники, перед тем, как они умирают, как их душа выходит из тела, они видят этот свет. Раби Йоханан говорит, хоть праведник, хоть грешник, они вначале видят свет Бога, но те грешники, которые идут против Бога, Бог говорит, вот, вы против меня шли, вам должно быть стыдно, что вы шли против меня, я вам давал кислород, я вам давал энергию, а вы эту силу брали и шли против меня. Почему грешники видят свет Бога? Потому что, обязательно, человек в жизни хотя бы один раз бедному помог. Бывает такое или нет? Что вы помогли старушке пройти через дорогу, вы увидели бедного, дали ему один доллар, вы помогли. Поэтому, даже если человек, не дай Бог, он грешник, он в жизни когда-то сделал какое-то добро, сосед его переезжает, он помог ему таскать мебель, сделал какое-то добро. Поэтому, за то, что человек дает бедному цедака, он видит свет Бога. Потом он будет наказан тысячи и тысячи лет за свои грехи, но Бог говорит, и хороший человек, и плохой, в начале всего он этот свет Бога увидит. Когда человек видит этот свет, если он грешник, этот свет его покидает, и потом вдруг его встречает обратно ангел смерти, который начинает его мучить. Говорит, Гаума Вина, если, не дай Бог, человек является грешником, хоть даже он увидел свет Бога, потом этот свет уходит от него, и ангел начинает его бить и уничтожать, и он не может умереть заново, чтобы избавиться. Представляете, человека бьют, бьют, бьют сильно, его избивают, он хочет умереть, чтобы избавиться от этой боли, но он не может умереть. То же самое, когда ангелы мучают грешника, он хочет умереть, но невозможно умереть. Как он может умереть? Душа не может умереть. И даже маленькие дети. Я однажды ехал сюда в синагогу, это было несколько лет назад, ко мне звонит мой друг и говорит, Рабаев, в 6 часов утра мне звонит, он говорит, у меня родился племянник, я говорю, Мазальтов, Мазальтов, он говорит, нет, не надо мне говорить, Мазальтов, у моего брата родился младенец, и он как родился, через 5 минут скончался. Я хочу знать, если надо ему обрезание сделать, перейти, как мы его похороним. Я хочу знать, если он должен соблюдать траур, поэтому я звоню, чтобы вас узнать. Если ребенок не прожил хотя бы 30 дней, в этом случае рвать одежду не надо и держать траур не надо, как бы больно ни было. Значит, если ребенок прожил всего лишь 5 минут, и он умер, он ничего не увидел на этом свете, значит, ему надо сделать обрезание, и ему надо дать имя. Перед тем, как этого младенца хоронят, ему надо дать имя. Какое имя обычно дают? Кто дает имя врагам? Есть два общеплинятых мнения. Либо его называют Гершон, потому что 800 лет тому назад, 900 лет назад был рабай, его звали Рабену Гершон. И он это постановление сделал. Есть два рабая, Рабену Гершон и Рабену Гершон. Два рабая было. И если Талмуд откроется, там есть объяснение Раба Гершон. Агаута Гершуни. Он говорит, что если родился ребенок, и он не дожил до обрезания, ему надо дать имя, но он не говорит, как ему надо назвать, он говорит любое имя. Так как Рабену Гершон он постановил первый этот закон, в знак уважения этого ребенка называют Гершон. Но другие говорят, что этого младенца надо назвать Манахем. Манахем переводится в успокоение, чтобы Бог утешил его родителей, его надо назвать Манахем. Но еще раз я повторяю, что если ребенок хотя бы полчаса не прожил, в этом случае никакой траур не относится, как бы больно ни было. А если он прожил 30 дней, 31 день, 3 года, 5 лет, нет разницы, уже надо отрастить бороду на 30 дней, уже надо порвать одежду, барахо сказать, и законы трауры надо соблюдать. обрезание в любом случае надо сделать. даже если он маленький такой. последняя высказка, он с открытыми глазами читает, но нельзя, чтобы он смотрел по сторонам. А если этот человек смотрит по сторонам, во время Шмона Айсрея, этот человек, когда умирает, он божественный свет не увидит. Поэтому очень важно, чтобы когда человек читал Шмона Айсрея, чтобы он не смотрел по сторонам. Мы еще раз скажем рахмакалабошу эту прекрасную женщину, рахмакалабошу от Соня Това Аронова, бад Сурьё, в Рафаэль Файзибой, чтобы ее место было в Ганедине. Этот урок был лейлю нишмат этой прекрасной женщины. Баруха нунай лаулам. Амин.